Мясорубка Мясорубка в первую очередь проверим, какой она сделает нам фарш для котлет. Известно, что самые вкусные котлеты получаются из фарша сорти. Вот мы и берем жилистую свинину, говядину и мягкое куриное филе. Кстати, посмотрите на привлекательный дизайн мясорубки. Да и громоздкой она совсем не выглядит. И еще обратите внимание на форму. Благодаря такому исполнению прибор не трясется и не ходит ходуном даже при переработке очень твердых продуктов. Устанавливаем рабочую часть. Делается это легко. И широкий удобный металлический лоток. В комплекте у мясорубки есть 4 диска, а хранятся они в специальном отсеке. Для приготовления фарша мы взяли самый крупный. Начинаем молоть. Помещаем предварительно порезанное мясо в лоток. Вот здесь кнопки старт, стоп и на всякий случай реверс, хотя при максимальной мощности в 2500 ватт он вряд ли понадобится. Нарезанное мясо подталкиваем толкателем. Как видим, все три варианта фарша получились однородными. Мы их смешиваем. Но для котлет, конечно, еще нужны и другие ингредиенты. Перемелим сухари. Для этого возьмем средний диск. И даже с твердыми сухариками мясорубка разделывается легко и быстро. Теперь дело за луком. Поскольку фарша для котлет он не должен чувствоваться явно, измельчим его на мелком диске. Как видим, ничего не застряло. Добавим еще несколько ингредиентов, и фарш для котлет готов. Осталось их только пожарить. Кстати, четвертый диск предназначен для формирования теста. Но с мясом мы не заканчиваем. У нас в комплекте есть вот такая штука для приготовления кеббе – полых колбасок. Вот их-то мы и сделаем. Для основы нам понадобится мягкий фарш. Для этого прогоняем мясо, а затем фарш через мясорубку три раза. В нашем случае это куриное филе. Добавляем соль, специи и муку. Устанавливаем насадку. И вот так получаются полые трубочки. Начинку можно придумать какую угодно. Мы взяли свиной фарш с твердым сыром и зеленью. Колбаски готовы. Осталось только поджарить. А с помощью вот этой насадки и кишки можно готовить настоящие домашние сосиски. Какой же ужин без салата? Нашинковать и натереть тоже поможет мясорубка. Сделаем простой, но вкусный салатик. В комплекте две терки. На крупный натрем сыр. Мелкую используем для морковки. Есть здесь и барабан для шинковки. С его помощью нашинкуем огурец. Смешаем морковку и сыр. Добавим немного давленого чеснока и майонез. Смешиваем. Украшаем свежим огурцом. Готово! Ну и на закуску к нашим котлетам и колбаскам сделаем томатный сок. Поможет в этом насадка для томатов. Устанавливаем всю эту конструкцию и давим помидором. Для этого есть специальная кнопка. А тем временем мы превратили наши заготовки во вкусный ужин. Приятного аппетита! В качестве вывода скажем, что в мясорубке Горенья MG2500 TJW есть все штуки, которые пригодятся на кухне. Приобретая всего один прибор, вы обзаводитесь целым арсеналом. От себя добавим, что сборка хорошая, детали качественные. Ну а как работает, вы и сами видели. Продолжение следует...